Студентка Ксения Васильева пришла на первое занятие Европейского центра иностранных языков главы Харьковской облгосадминистрации. Об учебном курсе узнала случайно. Говорит, как только увидела объявление в интернете, сразу поняла. Это шанс подтянуть свой уровень английского. Главная цель студентки – преодолеть языковой барьер. Вообще это очень полезно, поскольку это повышает и свой уровень, и к тому же, чтобы идти куда-то, ехать в другую страну, это всегда будет полезно, то есть за плечами не носить. И думаю, что будет очень чудесно. Предварительно все служители прошли тестирование на знание английского языка. По результатам их распределили на три уровня – Elementary, Pre-Intermediate и Intermediate. Первое занятие посетили порядка 400 человек. Всего зарегистрировались более 600 желающих. Такий подход позволяет, по-перше, разместить всех слушателей более-менее одного уровня, для того, чтобы удобно им было работать, потому что все занятия интерактивные. То есть, если вы видели, там и нарезанные бумажечки для них, им будет выдаваться англійськая мала, называется Handouts, раздатковый материал. Программа рассчитана интенсивный курс протягом месяца. Потом год разбивается на определенные промежки часа. Это по кварталу будут у нас тесты, за допомогой которых мы будем означать, как граждане у нас смогли научиться за этот период английской мовой. Европейский центр иностранных языков главы Харьковской обл. косадминистрации разместили на базе ХНЕО имени Семена Кузнеца. В прошлом году Кэмбриджский университет наградил ВУЗ золотым знаком за количество и качество подготовленных специалистов для сдачи сертификата БЭК. Это серия экзаменов на знание делового английского. Мы будем допомогать всеми силами, которые у нас есть, для того, чтобы безкоштовно, безкоштовно, готовить людей не только для сдачи БЭК, на сертификат БЭК, а взагалі для того, щоб люди знали англійську мову, могли користоватись хоча б на першому рівні. Преподаватели курса говорят, для них сейчас главная цель – заинтересовать слушателей в изучении иностранного языка. Для этого стараются создать англоязычное окружение. В учебном материале используют нарезки из фильмов и аудиозаписи с диалогами носителей. Кроме этого, лекции будут проводить иностранцы. Будут скайп-конференции с высшими иностранными, европейскими, где выкладачи англійської мовы, например, Польша или Німеччина, будут выходить в скайп-конференцию и так само будут проводить заняття с учасниками школы. Предусмотрена, то есть и интерактивная форма, и мы также хотим, чтобы люди между собой смогли пообщаться на языке. То есть это действительно очень важно. И послушали, просмотрели видео. У нас будет четыре занятия, на втором, на третьем, на четвертом. Мы уже почувствовавши аудиторию, мы подберем что-то более целенаправленное. Сегодняшнее занятие – это уже второй этап презентации проекта. Первопроходцами стали сотрудники патрульной полиции Харькова. Их протестировали на знание английского языка и в зависимости от результатов распределили по группам. Для 14 участников уже провели первое занятие. Полицейские будут изучать лексику согласно их профилю. В городе Харькове, не могу сказать, что очень часто, но есть много иностранцев. У нас, как и дома, Харьков – это студентское место. Очень много из других стран учатся. И мова нужна. Тот план, который мы разработали на этот год, год английского языка, он включает подготовку разных категорий. Это и полицейские, и медицинские работники, и сотрудники МЧС, и Национальной гвардии, и Укрпочты. И все те люди, которым будет интересен этот проект. 2016 год президент Петр Порошенко объявил годом английского языка в Украине. В связи с этим на Харьковщине будет реализован ряд проектов. Мы предоставим и сделаем возможность детям точно так же обучаться английскому языку в летних лагерях. Охватим и вузы, охватим и любые другие сферы. На сегодняшний день, вы видите, это полиция. И затем пойдем по нарастающим, дабы практически каждый имел возможность приобщиться к этому. Мы постараемся охватить все возможные группы, начиная от деток и заканчивая самым уважаемым поколением. Учебный цикл Европейского центра иностранных языков главы Харьковской обл. госадминистрации рассчитан на представителей разных категорий населения. Присоединиться к нему может любой желающий, от студента до пенсионера. Для этого нужно заполнить аппликационную форму, которая доступна на сайте всеукраинского студенческого братства «Элита нации». Каждый месяц в течение года будут формироваться новые группы. Юлия Жукова, Борис Буцевич, «Объектив неделя».